Приветствую зрители канала Russian Let's Play, с вами Анит Зука и сегодня мы познакомимся с биографией новых персонажей из Комбат Пака 2 А также посмотрим на все новые костюмы, которые стали доступны с выхода Комбат Пак 2 Итак, сегодня у нас вышло только обновление игры, то есть я записываю это видео, когда вышло только обновление, но Комбат Пак 2 выйдет сам на следующий день То есть биография персонажей доступна, но они еще пока не играбельны Итак, давайте начнем изучать биографию и поймем, откуда они вообще взялись в игре Итак, первый у нас Чужой Ксеноморфы вторглись во внешний мир уже давно, однако лишь недавно были обнаружены оставленные ими яйца, которые все это время ждали своего часа Предводитель Таркатанского патруля подобрал один из странных твердых шаров, который неожиданно открылся, а его обитатель набросился на него, целись в лицо Уже позже, когда лицехват отвалился, а личинка Чужого выбралась из груди несчастного Таркатанца, стало ясно, что она обладает чертами как ксеноморфа, так и носителя Она ускользнула от остальных солдат и в конечном итоге убила их всех Сейчас это создание бродит по внешнему миру и ищет других носителей Его поразительная сила и животная ярость делают Чужого практически непобедимым Итак, вы уже могли видеть по трейлерам, у нас был еще ролик музыкальный на канале по Чужому, да, где было видно, что он выбрался из груди Бараки, самого Бараки именно Ну, в общем, все с ним понятно, да, гибрид Таркатанца, Бараки с ксеноморфом Следующий персонаж Бор Айчо, в общем, известный своим пьяным стилем, уже тоже нагремел ролик, уже ролики на канале по нему были, тоже был монтажик веселый Итак, откуда он взял, сейчас мы разберемся Могучий боец Бор Айчо был рожден во внешнем мире, однако всегда симпатизировал земного царства Именно по этой причине он провел всю жизнь, тренируя бойцов земного царства для сражения со внешним миром Среди его учеников были монахи Шиолине, Кунг Лао и Лью Канг Который, в конце концов, стал победителем Мортал Коммад и спасителем земного царства Не так давно, когда во внешнем мире разразилась гражданская война и новое опасное оружие стало угрозой для всех Бор Айчо попытался связаться с лордом Рейденом и выработать совместную стратегию Однако, до сих пор его попытки отыскать старого друга не увенчались успехом То есть, тут такой какой-то сюжет, немножко предвещающий или где-то посередине сюжетки игровой идет Потому что, если вы смотрели сюжетку или проходили, то вы знаете, что в конце там они встречаются, Бор Айчо и Рейден И вместе там сражаются в какой-то момент против Шинника уже, восставшего Так, ладно, дальше, значит, у нас идут старые бойцы Но сейчас мы еще, повторюсь, мы еще будем смотреть костюмы, которые появились у старых бойцов Но сейчас нужно добраться до ДЛЦ персонажа, еще Комбат Пак 2 Итак, вот, Кожаное лицо, это известный маньяк, да, из фильма Техасская резня бензопилой В прошлый раз добавили, в первом Комбат Паке добавили Джейсона Здесь добавили вот это вот Кожаное лицо Значит так, семья Сойер из Ньюта, штат Техас, вне всяких сомнений была со странностями И уж точно выражение «милые люди» к ним относиться никак не могло Поэтому нет ничего удивительного в том, что братья Кожаного лица выставили его из дома И сказали не возвращаться, пока он не принесет самое лучшее мясо для приготовления чили Но как мог Кожаное лицо понять, какое мясо лучшее, пока не попробовал его? Все! Он взял свою пилу, любимые маски и отправился в путь Он побывал во многих необычных местах Не так давно он забрел в сияющую багровую вращающуюся дверь И оказался в безумном городе под названием Зонкера Или что-то в этом роде Пока что мясо Кайтина понравилось ему больше всего Вот видите, ребят, то есть оказывается Ну то есть по идее они, вот эти семья Семек и Сойеров Они как бы эти, людоеды, то есть ганнибалы Вот, но Кайтина как бы мясом-то их сложно назвать, да? Все-таки это уже такая смесь с жуком Это же Девора Кайтина у нас Вот, и как бы, то есть, может он скоро каким-нибудь викторианцем вообще станет, я не знаю Ну вот такое вот у него Такая биография Так, и у нас остался еще один персонаж Так, он, наверное, в самом низу будет, скорее всего Да Три Борг Очень интересно узнать, да, его биографию Потому что откуда он взялся То есть вроде как бы Киберкит уничтожен В общем, давайте прочитаем Значит так Много лет назад Великий Мастер Линь Куэй решил, что его клан-убийц станет намного сильнее, если бойцы смогут избавиться от слабостей, присущих человеку Он решил создать для них искусственное кибернетическое тело и технологически усовершенствовать их разум Великий Мастер приказал всем членам клана пройти специальные тесты Во время которых их физические и психические данные были тайно записаны и помещены в отдельное хранилище После того, как Саб-Зиро уничтожил Кибер-Линь Куэй, бойцы спецназа обнаружили скрытое хранилище Они принесли обнаруженные накопители данных в тайную лабораторию спецназа по разработке оружия И загрузили несколько файлов в опытный образец тела Сознание трех существ, сектор Сайрекса и Смок каким-то образом слились воедино и тело ожило Убив всех в лаборатории, Триборг решил стереть с лица земли органическую жизнь как таковую Вот, ребят, то есть теперь все поясняется, да То есть, например, откуда стиль, например, присутствует Кибер-Саб-Зиро у него, да То есть, вроде как бы Саб-Зиро-то это жив, он у нас есть в игре, как в ростере, да Но на самом деле, то есть, это не душа или что-то, а какие-то считанные данные, да С мозга там, с чего-то там еще у них, и просто они как программы используются, то есть, по сути Вот, то есть, вот как-то так, ребят То есть, довольно интересная задумка То есть, они не просто оживили кого-то или как-то, а просто взяли их данные, записанные где-то в хранилище Там вот эти вот данные, ну, параметров этих самих бойцов Вот и все Так, давайте теперь пробежимся по новым костюмам, которые, которые дали Какие-то бесплатные, какие-то платные, вот, какие-то, то есть, без Комбат Пака идут Так, давайте, вот, Кейси Кейдж Значит, так, у нее костюм мод Косплей Саб-Зиро То есть, это Косплей Пак, он распространяется на Кейси Кейдж и на Джеки Брикс Он, как бы, дается бесплатно за предзаказ Комбат Пак 2-го или Mortal Kombat XL Может, и потом тоже всем будет бесплатно даваться, кто просто XL купит Скорее всего, так и будет Вот, пока он недоступен, потому что завтра буквально будет релиз уже Возможно, когда вы смотрите это видео, уже релиз настал и костюм уже доступен Ну, хотя бы можно на нее просто взглянуть Вот, и еще костюм под прикрытием Насколько я знаю, этот костюм открывается через мобильную версию, опять-таки Это, конечно, геморройно, но, в общем, как-то так Мобильная версия Прикольный костюм, кстати, у Джонни Кейджи какой-то похожий костюм был Я видел на некоторых фотографиях Но почему-то в игре у него такого костюма нет Но может, тоже потом добавит Типа, как будто Джеймс Бонд какой-то там, что-то типа того Так, дальше, Девора У нее костюм-тварь, это из набора Апокалипсис Как я уже говорил, набор Апокалипсис, насколько я предполагаю, он навеян фильмом и игрой Безумный Макс Так как игру Безумный Макс выпускает та же компания, Warner Brothers, которую и Immortal Commod выпускает, да, издает Соответственно, как-то они любят добавлять свои разные фишки в игры И, соответственно, видно, что костюм, ну, они прям похожи, да, какие-то вот там люди с татуировками на лице Вот таких вот в кожаных нарядах, там, вот на этих всех пустошах Безумного Макса присутствуют разные товарищи Так, дальше, Ермак, у нее тоже новый костюм появился Но он такой уже называется Алый, да Я, по-моему, он будет продаваться отдельно, я вот точно не уверен То есть он, по-моему, в Комбат Пак не входит Но увидим, поживем, увидим Ну, в общем, похожий костюм есть у Сабзира, есть у Скорпиона тоже Выглядит, как будто он какая-то игрушка Так, Эрон Блэк, у него тоже костюм из серии Апокалипсис, называется Охотник за головами Опять-таки, то есть навеяно Безумного Макса Смотрите, у него какая прическа, тут можно впервые увидеть, что он такой почти лысый У него какой-то вот этот ирокес на голове, похоже Ну, ничего, такой прикольный костюмчик Так, Фера Тор, у нее уже костюм доступен Называется Экзекутер, ну, давайте мы тогда его посмотрим поближе Этот набор, по-моему, называется Medieval Pack И, насколько мне кажется, он тоже взят из другой игры Уже из Властелин Колец Вот это вот, не Властелин Колец, а Средиземье Тени Мордора, по-моему, так игра называется Ну, то есть во вселенной Властелин Колец То есть это какие-то навеяные разными костюмами орков там и прочих товарищей Тоже игра от компании Warner Brothers И вот такой вот костюмчик В разных стилях немножко отличается Тут красный колпак у нее даже Прикольно Но в стиле Лакея Фера отдельно, поэтому она слезла Ну, прикольный костюм Я сначала тоже подумал, что он этот самый Из Безумного Макса Потому что, ну, тоже сходство есть Но, видите, скорее всего, все-таки это из Средиземья Тени Мордора Если кто знает точно, пишите в комментариях Потому что я, конечно, могу ошибаться Это всего лишь мое предположение Так, Джеки Брикс, у нее тоже есть пару костюмов Как я уже сказал, значит, косплей Скорпиона Тоже бесплатный получается, да И Киборг это из мобильной версии Я, честно говоря, не знаю, чем навеян этот костюм То есть, что это за Киборг Откуда, то есть, это он взят, этот персонаж Вот шлем вот этот вот Кто знает, пишите в комментариях Будет интересно узнать, чем навеян этот был костюм Создание этого костюма Явно не Терминатор Может, это какой-то... Знаете, шлем похож, наверное, как в фильме Чужие Там пилоты в таких шлемах были Что-то такое похожее Но почему-то называется Киборг Может, Робокопом навеян Не знаю Так, у Джейсона, конечно же, ничего нет Я так понял, что у Дуэл-Ца есть Комбат Пап 1 Костюмов никаких не будет Так, у Джакса, по-моему, нет У Джакса ничего Джонни Кейзри тоже ничего Но вот этот вот футбольник Ну, то есть, будет доступен для Комбат Пап 2 Бесплатно уже будет доступен Вот этот вот футбольный костюмчик У Кана тоже тишина Так Коталь Кан Вот у него костюм Темный Властелин, ребята Тоже этот медиевл Пап Как и Фера Тора Уже доступен бесплатно Он для всех бесплатен То есть, вообще для всех Ну, он реально на какого-то орка Прям похож вот в этом костюме Урук Хай Какого-нибудь производителя Орков Ничего, так смотрится прикольно Хорошо, что они сделали такой набор Ну, конечно, название Темные Властелины Это, конечно, будут троллить Постоянно, я думаю В интернете Бойтесь, темного Властелина, ребят Так, ладно Давайте пойдем дальше По-моему, что-то еще должно было остаться Так, а вот Кунзынь Кунзынь Тоже набор этот Медиэл Называется Снайпер Вот, не знаю Мне кажется, он прям похож Вот этот вот На костюм Главного героя игры Вот этот вот Средиземний Тени Мордора Он там тоже с луком бегал И в колпаке Так же, скорее всего Под него и сделано Я давно, правда, играл в игру Но он так вот Смутно Вспоминается Что очень похоже Не знаю, почему Ну, снайпер, наверное Потому что он Стреляет Меткой из лука Наверное, поэтому так называется Вот в этом бесплатном наборе Там три костюма Входило Так Дальше Пунглау У кунглау Вот теперь гаучи Будет бесплатно За комбат пак второй Прикольный тоже костюм Пионерский галстук Мне нравится Так Кожное лицо Лю Канг У Лю Канга Вот теперь капуэра У нас будет Тоже откроется Опять-таки Кто это покупал У них все это уже было У хищника, конечно же Ничего У анчи тоже Ему уже давали Рейден тоже давали Да Так, все По-моему По-моему Потихонечку Число костюмчиков У нас Заканчивается Вот Такеда Воин Это опять-таки Тоже Апокалипсис Костюм Короче Безумный Макс Опять Таня Тремор Конечно же Без всего Ну и все Трибор Последний Последний персонаж И на этом, ребят Наш обзор Смотр биографии И новых костюмов Завершается Очень скоро Мы уже Посмотрим на персонажа И на костюмы Уже в деле В бою Не сомневайтесь, ребят В ближайшее время Будет видео на канале Ну на этом у нас все С вами был Раштан Медзук Если вам было интересно Ставьте лайк До новых встреч